Честно говоря, я никогда не работал ни на кого. Дома есть отвлекающие факторы, как холодильник. Это самый приятный способ захватить мир. Еще и это он успевал делать. Все компании счастливы одинаково. Можно открыть компанию в Эстонии. Мне интереснее жить, во-первых, а во-вторых, результат лучше. 60% вы слушали и только 40% говорили. Привет, я Георг Кищеновский, я предприниматель. Мы создали платформу для шеринга электросамокатов в Скутапи. Мы предоставляем эту платформу для предпринимателей, которые не понимают, как им написать приложение, сделать админку. Мы им даем это все готовое. И они, покупая самокаты, запускают шеринг в своем городе. Мне 33 года, и я родился в Минске. Я думаю, этого хватит. Что такое SEO? SEO — это человек, который договаривается с людьми и соединяет людей, которые делают общий проект. Я думаю, вот это SEO. Как уволить сотрудника? Поговорить с ним по душам и спросить у него, какая у него долгосрочная цель в жизни. Если она идет вразрез с тем, что делает он в стартапе, то отпустить. Нужно ли SEO программировать? Нет, я чуть-чуть умею писать код на JavaScript. Я играл в такую игру Code Wars, где персонаж выполняет написанный код. Мне было интересно учиться. Это американский стартап, который был призван обучать детей программированию. Я где-то в 27 начал играть в эту игру. Играл где-то полгода. Но потом я встретил уровень, который я все никак не мог пройти. Я писал этот код, и все вроде было в порядке. Я бился над этим уровнем две недели. И потом я написал в поддержку, и узнал, что в этом уровне была ошибка со стороны разработчиков, поскольку это была игра еще не настолько полноценная, какая должна была быть. И после этого у меня как-то опустились руки, что можно биться на задачи, а кажется, что это была ошибка вообще на другой стороне. Как стать SEO? Придумать проект и поверить в то, что можно реализовать, что этот проект, проверить, что этот проект нужен людям. Потому что это очень важный момент в стартапе. А как захватить мир? Как захватить мир? Захватить мир можно, познавая свой внутренний мир и полностью его охватывая. Это самый приятный и правильный способ захватить мир. Что самое сложное в работе? В работе самое сложное, это оправдывать то доверие, которое тебе было выдано кредитом. Делать то, во что люди поверили. Вот это самое сложное. Я думаю, что это ответственность за свою работу. Как продать ручку инвестору? Ему нужно нарисовать яркую картинку и спрятать ручку подальше. Что выгоднее, продукт или аутсорс? Конечно, продукт. Почему? Потому что в случае успеха он принадлежит нам, и мы способны делать более амбициозные и большие вещи. А в случае успеха аутсорса следующий проект, да, он тоже может быть амбициозный и классный. И там прорабатываются скиллы, которые нужны для создания похожих проектов. Но все-таки это не твой проект. И для меня это продукт. Как выбить деньги из клиента? Надо создать такую ситуацию, в которую он сам захочет ее решить, пойти дальше и получить что-то, что стоит за оплаты. Следующее. Назови, пожалуйста, самый необычный пункт контракта. Честно говоря, я никогда не работал ни на кого, поэтому контрактов, конкретно, которые я подписывал, у меня нет. На кого оставить фирму, когда уезжаешь в отпуск? На CTO, конечно. Chief Technical Officer. Это мой Саша, который помогает мне все это строить и двигать наш стартап вперед. Илон Маск. Мошенник или гений? Илон Маск – это человек, который стал символом, надеждой на то, что человечество станет, покорит космос. У меня он с этим ассоциируется. То есть это символ покорения космоса на сегодняшний день. Когда не надо делать стартап? Когда не проверена гипотеза, когда неизвестно, нужно это рынку или нет. Да, без проверки своей гипотезы делать стартап не следует. Что важнее, софтскил или технические знания? Я верю, что софтскил, они позволяют усилить команду через связи внутри команды, через вот это чувство единства. Я верю, что даже если человек технически немножко слабоват, но он хорошо влияет на команду и придает энергию команде, то это полезный человек в проекте и он двигает вперед весь проект такой синергией. Если у человека не хватает софтскиллов, ему сложно находить общий язык в команде и он может быть токсичный из-за этого, то тогда лучше этого человека убрать из команды, потому что он тогда те хардскиллы, которые знают другие участники, он их понижает, их уровень. Так что да, софтскилл. Когда стоит продавать компанию? Когда я знаю, что эта компания будет дальше расти, развиваться, и люди, которые создавали, которые хотят в ней остаться, они останутся и будут продолжать жить с той жизнью, которую они в этой компании получили. Кто тебя вдохновляет? Меня вдохновляет несколько человек, я их могу назвать по пальцам. Первый это Ричард Брэнсон. Меня вдохновляет то, как он летал на воздушных шарах, как он пересекал Атлантику на катере. Меня такие вещи впечатляют. То, что еще и это он успевал делать совместно с тем бизнесом, который создавал. Меня вдохновляет Тони Робинсон. Он многим людям помог найти смысл жизни, и это большой импакт дает по планете. Меня вдохновляет Уинстон Черчилль. Я когда узнал, что он во время Второй мировой войны сам летал на своем личном самолете через Европу для того, чтобы посетить какие-то штабы в Африке, ну, это прям... Премьер-министр летает на территории, где он может быть сбит на своем самолете. Ну, то есть, такая отвага и такая преданность делу, что вот он меня вдохновляет. Твой топ-3 SEO? Есть такой Lorenz Schmitz Something. Он возглавляет компанию Tear. Это, на мой взгляд, самая лучшая и самая ответственная в плане экологии компания по micromobility, по тем новым транспортным средствам и технологиям, которые позволяют создавать в городах вот эти современные системы сокращение commute time, когда добираешься из точки А в точку Б. Даша из RocketData, наша белорусская, она огонь, очень клево делает свой стартап. Она заряжает радостью всю свою команду. Я был у них в офисе, я обучался у них продажам две недели и почувствовал этот вайп, который у них в команде. Очень классно. И третий SEO Ричард Хендрикс. Его, наверное, все знают. У меня есть сериал «Силиконовая долина», многие знают его там, был SEO Ричард Хендрикс. Мне его история понравилась. Те дилеммы, которые он испытывал при создании своего стартапа, они, я думаю, близки к реальности. Твои родители знают, чем ты занимаешься? Да, моя мама продвинутая, и она знает, понимает, чем я занимаюсь. Даже иногда мне помогает в чем-то. Так что, да. Те лучше открыть юридическое лицо? В Эстонии. В Эстонии есть классная штука e-residency, которую можно оформить из Беларуси. Она стоит, по-моему, 200 евро. Делаться достаточно просто. И с помощью этого электронного резиденции можно открыть компанию в Эстонии, ни разу там не бывав. Так что, я думаю, лучшая юрисдикция сейчас для открытия юридца. Сложно ли разбираться в юридических нюансах? Если подходить к ним как к здравому смыслу, который можно увидеть через глаза тех, кто создавал эти законы, то тогда становится проще. Если словить вот какой-то стиль, стиль законов, можно так назвать, например, в Эстонии у них такие лояльные законы, достаточно свободные. Если понять их стиль, то можно ожидать где-то, где нужно получше узнать, а где-то, где открытая дорога. Вот в Европе, мне кажется, что там, поняв вот этот стиль законов, можно даже получать удовольствие иногда от изучения юридических документов. Какие самые важные люди в компании? Разработчики это самые важные люди, потому что они создают и вот это создавание продукта, ну, без них оно было бы просто невозможно и все остальные были бы просто не нужны. Это самые главные люди. И вторые главные люди это маркетинг. Это маркетинг с продажами. Я их как-то объединяю, это как две команды, которые как две руки должны друг другу помогать. Они находят клиента, который, собственно, и оплачивает всю вечеринку. Работа из дома или в офисе для сотрудников? Из дома, а лучше из каоркинга, потому что дома есть отвлекающие факторы, как холодильник, а вот в каоркинге он хоть тоже есть, но там особо ничего нету и там намного продуктивнее идет работа. Как проходит твой обычный день? Я встаю где-то в 6, 6.20, поднимаю себя с кровати и тащу на тренировку. Прихожу на тренировку к семье, тренируюсь где-то до 8.30-9. Это зависит от какого-то конкретного дня, потому что мы делаем упражнения, например, понедельник на ноги, вторник на дельту, среда на спину, четверг на грудь и они там разные по временному отрезку. Дальше я медитирую и завтрак. Где-то все это заканчиваю к 10.30. И вот с 10.30 я уже иду в каворкинг, где начинаю работать над задачами. И так где-то до 4.00 я работаю. После 4.00 я иду куда-то, потому что нужно подвигаться, стараюсь с кем-то встретиться, переговорить, чтобы сменить офисный стиль работы на какой-то другой, который тоже нужен и приносит пользу. Когда идет вот эта перемена, то тогда мне интереснее жить, во-первых, а во-вторых, результат лучше, поскольку нету такого какого-то замыленного взгляда, что ли, если долго сидишь в офисе и занимаешься все на компьютере. Где-то до 8.30 я встречаюсь с людьми, а потом дальше возвращаюсь домой и готовлюсь к сну. Есть ли методичка для SEO? Она называется «Все компании счастливы одинаково» от «Убор Капитал». Очень классная книга для белорусского... Она, наверное, лучше подходит для белорусского бизнеса, но для стартапов она тоже хорошо подходит, потому что вот эти реалии белорусские там очень хорошо описаны, хотя они сейчас меняются. Ну, в общем, если есть методичка для SEO, то я бы посоветовал забор Капитал взять. Предскажи, пожалуйста, тренды на ближайшие пару лет. Да, предсказывать тренды это неблагодарное дело, когда просматриваешь через несколько лет. Но я думаю, что все больше людей будет пользоваться переводами с криптой и будет прости крипта. Это первое. Второе, что города будут переходить на мелкий электротранспорт, на моноколеса, на самокаты, на электровелосипеды, на сигвей, на различные устройства, которые позволяют в городе попасть из точки А в точку Б. Я думаю, что это будет такой глобальный тренд. Все больше и больше городов будет создавать инфраструктуру для того, чтобы было удобно на них ездить в городе. Когда есть инфраструктура, то это все растет и процветает. Переманить сотрудника или купить компанию? В моих реалиях переманить сотрудника. Топ-5 приложений, которыми ты чаще всего пользуешься. Я пользуюсь приложением для сна. Прям очень важное, классное. Пользуюсь приложением для аудиокниг. Maps.me Мне нравится, когда я в путешествиях, я по ним обычно хожу и нахожу интересные тропки. Наше Скутапи демо-приложение, потому что смотрю, как оно что работает, тестирую. Пятое у меня есть приложение, такое Inside Timer. Оно для медитаторов, и оно мега-крутое вообще, оно такое классное. Если хотите медитировать, скачивайте его и кайфанете. Дай совет тем, кто хочет стать SEO. Общайтесь с людьми, как можно больше общайтесь с людьми и делайте так, чтобы при общении 60% вы слушали и только 40% говорили. О, точно, я про вакансии расскажу. Мы ищем двоих ребят или девчат. Мы выявили одну потребность, что наши клиенты часто меняют банковских эквайеров, и мы поняли, что нам нужен человек, который специализируется на том, что подключает платежные системы. Вот мы ищем человека, чтобы подключать платежные системы. Сначала на фриланс, а там дальше посмотрим, как пойдет. Ну и второе, мы ищем еще человека на разработку UI админ панели, чтобы улучшить наш сервис. У нас был отличный парень, который с этим великолепно справлялся, однако он от нас ушел, мы сели с ним поговорили и поняли, что он хочет в другом домене развиваться и расстались полюбовно. Поэтому мы ищем ему замену. Презюме будет по ссылке. Ждем вас. у нас. Дорогие друзья, спасибо всем, кто досмотрел это интервью до этого момента. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и мне интересно узнать ваши вопросы и комментарии. Напишите комментарии, мне будет очень интересно прочитать, как вы прочувствовали это интервью, услышали его, увидели. Напишите, поделитесь этим в комментариях, это всегда интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры